Добрый день дорогие зрители канала Садовый мир! Мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по испытательному участку компании Седек. Нам сегодня помогает и руководит нашим походом и экскурсией по тепличкам основатель компании Седек Сергей Владимирович Дубин. Мы не могли обойти вниманием перцевидные томаты, именно детерминатные, поскольку не у всех наших садоводов-огородников есть возможность расположить на участке теплицу. А парничок, например, под спонбондом, особенно дачником выходного дня, всегда можно заполнить замечательными, урожайными, устойчивыми к неблагоприятным условиям томатами, которые дадут гарантированный урожай даже при минимальных условиях, скажем так, влияния на их вегетацию по выходным дням. Сергей Владимирович, вот что замечательно такой томат, весь увешанный плодами, тем более вот такого замечательной перцевидной формы, скажем так, я вот люблю именно такие томатики, и не всегда вижу их именно вот, именно таких небольшие детерминатные, которые можно расположить на улице. Это гибрид Каспар-2. Посмотрите, какие у него шикарные томаты. Вот такие вот длинные, перцевидные, очень-очень плотные. На мой взгляд, это самый лучший томат или один из самых лучших для консервации, и особенно для консервации в собственном соку. Вот смотрите, его можно даже этот томат разрезать вот так вот дольками и консервировать. Он все равно сохраняет свою консистенцию, и в определенных видах заготовок очень хорошо смотрится. И вот это выделяет как раз этот сорт. С него очень хорошо можно отдельно отделять, допустим, шкурку для других видов консервации. Но хозяйки хорошо знают, что можно сделать, из подобного вида томатов. И посмотрите, какая великолепная урожайность. Он буквально весь обвешан томатами с нижней кисти до верхней. Смотрите, даже на верхней, вот где зеленые томаты, все равно хорошо завязывает, и плоды очень такие плотные, крупные и большие. То есть с верхней кисти, с нижней кисти до верхней, он прекрасно сохраняет свои, свое качество. Очень урожайный, исключительно, и при этом хочу сказать, что с него уже достаточно много томатов снято. Все-таки сейчас уже конец августа, и уже был не один сбор урожаев. И тем не менее видно, что еще большое количество плодов на нем имеется. Да, я вижу, что тут есть в кисти видно, что томаты... Да, уже оторвана уже часть, а нижние кисти убрали, потому что он еще и прикопан слегка. Я хотела бы обратить внимание наших зрителей на то, что поскольку это тепличные условия выращивания детерминантов томатов, они немного выше вырастают именно в теплицах. Если вы высадите его подоги, вкус будет, конечно же, покомпактнее, и кисточки будут располагаться более компактно. Вы рекомендуете его формировать в один-два ствола? Ну, мы рекомендуем где-то лучше два ствола, но в зависимости от того, опять, какая густота растений. И я хотел бы еще вот на что обратить внимание. Часто у сливовидных плодов, особенно у перцевидных, бывает, страдают вершинной гнилью. Но вот этому сорту это не свойственно. Некоторые плоды имеют вот такой вот кончик, как вот здесь. У некоторых, наоборот, как бы вместо кончика впадинка втянутый. Но вот все равно вот такие вот шикарные плоды на нем, в общем-то, получаются. Поскольку томат универсального назначения, как Сергей Владимирович уже заметил, что хозяюшки возьмут на заметку, что при нарезании кусочками в большинство овощных салатов заготовки он не расквасится, не расползется, а это очень ценно. Можно использовать его в заливке маринадом, либо томатным соком. Сергей Владимирович, знакомьте скорее меня вот с этим томатом, компактным, усыпанным совершенно плодами. И что я заметила, они, вот сами плоды очень крепко сияют на плодоножке. Да, это шикарные сорты Дальга. Посмотрите, они несколько меньшие, чем Каспар-Каспар-2, но они также самые очень и очень плотные, вот что удобно. Опять же, их можно резать даже вот таким вот образом и вот таким вот образом поперек. Да, то есть это в зависимости, как хозяйка делает свою консервацию или там какой-то ассорти, в общем, в отличие от заготовок. И можно и резать по-всякому, и консервировать по-всякому. Эти томаты, пожалуй, самые лучшие для заготовок, вот именно такой формы перцевидной. И в основном это, конечно, гибриды. Гибриды более мясистые, более насыщенные и более плотные. И с них хорошо очень можно, опять же, шкурку, кожицу снимать, да, и консервировать таким образом. Вот этот великолепный сорт Идальга, который бы я рекомендовал бы всем огородникам для того, чтобы посадить на своем участке. И урожайность хорошая, и отличный сорт для заготовок. Причем надо учесть, что тут уже достаточно много томатов до этого было снято. Сергей Иванович, я хотел сейчас спросить, вы говорили о консервации. Поскольку томаты эти плотные, в них большое содержание сухого вещества, то есть они отлично пойдут именно для такого вида заготовок, как соусы и кетчупы. Потому что сейчас многие хозяюшки обращают внимание именно на эти заготовки. И сочные мясистые томаты, круглые, которые выделяют большое количество сока, создают препятствия вот именно в приготовлении. А эти очистил кожицу, измельчил, и сразу можно готовить. Они, конечно, прежде всего для консервации. Если, допустим, в салатах живьем, лучше использовать либо бифы, которые я, например, особенно люблю в салатах, либо черри, если там по одному есть как-то вот не в салатах, а вот так вот живьем. Черри особенно любят дети, для них это как бы сахара своеобразные. А вот эти томаты вот такой вот фирмы, вот такой вот формы, которые чем-то похожи на перчики, висящие, они вот в самом идеальном случае подходят как раз под все виды консервации. И очень компактно убираются в баночку. Да, и очень компактно входят. Сергей Ломич, вижу еще один томат перцевидной формы, компактный тоже урожайный, и 6 кистей томатов уже спелых, биологически спелости я усмотрела на этом кусте. Это что за красавица? И причем здесь еще оторвано уже достаточно много томатов, уже урожай с него большого сняли. Это гибрид Каспар. Вот посмотрите у него какие томаты. Он несколько отличается от Каспара 2, здесь чуть-чуть томаты поменьше ненамного, и у них вот чаще встречаются вот эти вот кончики, заостренные кончики. Хотя отдельные плоды могут и даже тоже... Вот как здесь. Вот как этот. Ой, совпаденька, вот он упал. Сам просит нам в руки для демонстрации. Да, как раз вот можно более его тщательно показать, коль он упал. Вот такая вот замечательная форма. Такую форму самое удобное консервировать. Кому-то нравятся более крупные плоды, кому-то более мелкие, но все равно он идеально подходит для консервации. Более крупные сливки и более мелкие в зависимости от как бы желания. А вдобавок, когда в банках лежат разного размера помидорчики, тоже хорошо смотрятся. Можно отдельные банки более крупными, отдельные банки более мелкими томатами. Их можно консервировать не только цельными плодами, но и половинками, либо так, либо вот таким вот образом. Причем можно и конец банки, когда уже большие томаты не влезают, можно уже как раз набивать вот этими самыми половинками, чтобы банка была полностью заполнена. Это хорошо подходит и под консервацию в собственном соку, а также и под любую другую консервацию, которую предпочитает хозяйка. Сергей Иванович, мы еще забыли еще об одном виде консервации, которая сейчас набирает обороты. Это деликатесный вид томатов. Вяленые томаты в масле со специями. Вот, вот, прекрасно. Вот такие томаты можно разрезать пополам, вынуть семенники, завялить в сушилке, залить ароматным маслом с добавлением трав, чесночка домашнего базилика. Шикарно, шикарно. И будет шикарная заготовка на зиму. Да, придется немножечко попыхтить, но благодаря тому, что в этих томатах большое содержание сухих веществ, процесс вяленя и сушения будет гораздо быстрее, поэтому больше заготовок вы сможете сделать на зиму. Да, я хотел бы добавить, их можно и просто сушить. То есть, это, а потом уже зимою добавлять в любые блюда, там, первые блюда, вторые блюда, сушеные. Прекрасно подходит. Как вот грибы сушить, так же самое сушить и помидорами. Перемаловать делать домашнюю паприку. Экологически чистый продукт, изготовленный собственными руками. Из, собственно, выращенных томатов. Вот сколько вариантов предложили, пожалуйста. Можно любой выбирать, любой вид заготовки, который только может быть. Вот чем и хороши вот такие томаты вот такой перцевидной формы. Именно тем, что они очень плотные и под многие виды заготовок прекрасно подходят. Сегодня мы в нашей программе показали три замечательных томата перцевидной формы, детерминатных, невысокорослых, которые вы можете вырасти на своем участке, приготовить очень много вкусных заготовок. Но, конечно же, никто не запрещает их есть в свежем виде, поскольку они не только урожайные, но еще и очень вкусные. Дорогие друзья, посмотрите, какие томатики мы вам показали. Надеюсь, что они вам понравятся. А среди наших зрителей наверняка есть уже поклонники этой формы томатов. И многие уже выращивали из ассортимента компании Седоктоматы, поскольку они, наверное, уже не первый год в каталоге. И можно выбирать их для выращивания. Поэтому, надеюсь, что наша информация будет полезна. Ну, а мы на следующий год в грядочку, в открытый грунт обязательно возьмем перцевидных томатов побольше, потому что заготовки из них просто великолепные.